привет друзья сегодня мы с вами приготовим куриную грудку вот я приготовил обычную стандартную куриную грудку где-то 250 грамм существует меньше больше но неважно вы любите куриные грудки сейчас сразу многие скажут да конечно это очень вкусно диетическое блюдо а как подошва мы пытаемся сделать чтобы она была сочная почему-то не получается так вот друзья сегодня мы с вами приготовим супер сочную грудку я вам покажу как это делается в ресторане сегодня мы с вами приготовим куриную грудку песто и баклажаны по-пармски я хотел бы сказать что это блюдо будет для наших леди для наших любимых женщин потому что это блюдо будет диетическое но в то же время очень эффектная и красивая и сытная то что начинаем работать с баклажаном наряжаем его таким вот образом следующий момент надо его посолить обратите внимание я уже поставил сковородку вот желательно чтобы у вас была такая сковородка вот типа гриля вот на нем будет баклажан смотреться после скажем так обжарки очень красиво и эффектно мажем его оливковым маслом вы же все знаете что баклажан очень сильно впитывает в себя масло в нашем случае мы будем его делать с сыром поэтому нам не нужно лишний жир как я уже сказал это блюдо будет диетическое и наша задача сделать чтобы баклажан был и прожаренный и сочненький и в то же время не сильно жирный немножко смажу сковородку для того чтобы баклажан не прилипал обжариваем на очень высокой температуре можно слегка надрезать он лучше прожарится так ну вот посмотрите как должны выглядеть баклажаны вот таким вот образом не нужно доводить их до полной готовности этого достаточно баклажаны наши готовы убираем их сторонку пусть они у нас охлаждаются они нам нужны холодные ведь я вот так вот слегка их придавливаю и как раз весь лишний жир впитывается бумагу давайте приготовим песто мы с вами сегодня сделаем необычное песто вы наверняка все прекрасно знаете традиционный песто он делается на основе листьев базилика оливковое масло сыра пармозан с кедровым орешком и чесночком песто который я сегодня вам предлагаю его приготовят на севере италии давайте приготовим наше песто мы сделаем его на основе фисташковых орешков 3 полных столовых ложки давайте помолим нам понадобится в среднем пол пучка свежей петрушки базилик берите в равных пропорциях свежий кориандр если вы не любите кориандр можете не ложить добавляем оливковое масло среднем пол стакана делаем пасту две небольших филетки анчоусов столовая ложка маринованных каперс выдавливаем два зубца чеснока черного перца щепотку небольшую щепотку соли сока лимона продолжаем делать пасту супер обратите внимание я сюда не добавил орехи я не добавил сюда пармозан но хотя мы это все дело с вами смешаем почему потому что если я сейчас добавлю сюда сыр и орешки они тоже начнут отбивать жир а нам нужно сделать чтобы у нас масса была однородная чтобы он выглядел как соус поэтому старайтесь молоть зелень отдельно с оливковым маслом и потом уже ложечкой вмешивать сыр и орешки я добавлю еще немножко легкого масла ориентировочно здесь одна четвертая стакана все делайте по вкусу попробуйте первый раз рецепт который вам даю и сами уже определите что вы хотите больше добавить вот посмотрите какая получилась однородная масса добавляем сюда две столовых ложки сыра пармезан изумительно фисташки дали такой благородный оттенок такой удивительным хотя хочу сказать что кедровые орешки тоже великолепны вы кстати можете сюда использовать грецкий орех вы можете сюда использовать миндаль вы можете использовать сюда лесной орех только не арахис арахис это ближе все-таки к азии давайте уберем его в сторонку и будем дальше работать с нашим сегодняшним блюдом продолжим работать с нашими баклажанами нам нужен сыр моцарелла вы можете конечно натереть на терочке но дело в том что моцарелла достаточно мягкий сыр и он просто-напросто будет скажем так елозить по этой терке поэтому я предпочитаю просто порезать гораздо проще здесь у меня в среднем 125 грамм 3 столовых ложки пармозан щепотку черного перца щепоточку соли среднем чайную ложку специй орегано на каждую из полосок баклажана выдавливаем немножко чеснока ну вот где-то вот так вот бери среднем полная столовая ложка следующий кусочек по сути мы собираем с вами баклажан назад теперь нарезаем его порционная вот сколько у вас за допустим за столом человек вот столько и не руки один баклажан допустим на четыре человека ну вот видите как мы его поставим с вами в духовку но не сейчас немножко позже баклажана мы разобрались теперь начнем жарить грудку и так наша грудка как же сделать ее вкусной и сочной давайте поговорим буквально две секунды о курице почему почему у вас не получается сочной вкусной грудки все очень просто дело в том что вы не ориентируйтесь в температуре очень важно знать при какой температуре курица готова когда вы запекаете курицу целиком вместе с косточками температура 75 градусов 75 градусов она готова но как же определить что курица 75 градусов конечно можно надрезать где косточка посмотреть чтобы не кровила лучше всего ребята купите себе на кухню термометр с термометром вы будете себя чувствовать более уверенно и так курица приготовление 75 градусов но дело в том что приготовить грудку допустимо при температуре 70 градусов вот в чем парадокс когда вы жарите грудку вы боитесь наестся кровавой курицы потому что мы все знаем что это очень не опасно но дело в том что когда у ваша грудка бег без косточки она свежая при 70 градусов она готова вот поэтому ваша грудка будет сочная а не так что вы ее жарите 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 боитесь смотрите 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 в итоге пережаривать хорошо другой момент существует скажем так традиционный ресторанный способ приготовления грудки мы ее обжариваем профессиональные повара обжаривают как правило на такой сковородке на чугунной потому что получается очень хороший интересный вкус похоже где-то даже на гриловочный конечно можно обжарить ее на обычной сковородке тефлоновой но тефлоновая сковородка не даст того интересного вкуса ставьте сковородку на огонь включать ее но не нужно разогревать ее очень очень сильно мы с вами не стейк жарим грудка должна жариться постепенно дело в том что если вы положите кожей вниз сразу на раскаленную сковородку кожа почернеет а нам этого не нужно сделайте умеренный огонь второй момент включайте духовку сразу же на 200 градусов берите лист закрывать его пергаментной бумагой и ставите в духовку лист должен быть тоже горячий когда мы будем с вами доводите нашу грудку в духовке все должно быть при температуре 200 градусов и так вот посмотрите сковородочка у меня начинает дымиться я поставил у меня электрическая плита где-то на троечке вот этого в принципе достаточно я наливаю немножко оливкового масла вот курицу солим можете соли не жалеть дело в том что курица любит соль солим перчим от себя вот так вот для того что если у вас допустим будет и жив чтобы он не попал на вас и не обжег посмотрите чтобы она не подгорела переворачивайте чесночок тимьянчик кусочек сливочного масла это французский стиль приготовления стейков курицей мы с вами его запечатываем этого достаточно вот сейчас он сырой но сверху обжаренный ветер вы симпатичный он полный вкуса за счет чесночка перчика сольки оливкового масла сливочного масла очень вкусно вот мы подготовили нашу курицу обжарили в течение четырех минут следующий момент когда духовка будет готова я ее ставлю в среднем на 12 минут вот после 12 минут мы с вами уже проверим температуру то есть опять же нужен градусник для того чтобы убедились что в в куске самой толстой части у вас 70 градусов 70 градусов прекрасно курица готова мы можем ее кушать духовка мне 200 градусов достаю лист поливаем нашим жарком с чесночком ставим духовку на середину не ставьте близко к грилю иначе она быстро подгорит 200 градусов заводите таймер на 12 минут ждем пока наша курочка стоит в духовке мы сейчас с вами сделаем такой как бы соус вот сковородку на которой я жарил грудку я ее не помыл жирком который остался после грудки бросаю сюда буквально три помидор три небольших помидора это порция на одного человека потому что у меня стоит одна грудка я набираю сюда немножко белого вина здесь у нас остался сок с грудки так все это заливаем сюда и закрываем крышечкой буквально несколько минут и у нас с вами получится вкуснейшие томаты буквально через минуты три-четыре наша курочка будет готова мы с вами померяем температурой и посмотрим на разрез как она будет выглядеть вот прошло у меня буквально полторы две минуты посмотрите наши томаты уже мягенькие выглядят очень симпатично я их убираю сейчас огня закрывая крышкой когда наша курица будет готова из грудки выйдет сок и вот этот сок с бумаги с пергаментной мы выльем еще сюда дополнительно усилим наш соус но вот уже почти готова кстати обратите внимание что вот когда вы проверяете курицу в духовке во первых можете ее потрогать она должна быть достаточно упругая она уже практически готова вот смотрите вот этот маленький миньон складочка вот если под ней уже белая это говорит о том что курица наша практически готова сейчас мы с вами померяем температуру внутри куска у нас с вами должно быть 70 градусов вот это говорит о том что она готова замечательно у нас с вами прошло ровно 12 минут даем грудки отдохнуть буквально одну-две минуты и начнем сервировать так но посмотрите какая красота у нас с вами осталось здесь на листе сейчас мы с вами это все вернем обратно в сковородку добавим еще граммульку вина соль великолепно всегда все пробуйте досаривайте перчите так чтобы ваша еда была ну скажем так слегка агрессивная чтобы он был отпал на вкуса тогда это будет вкусно давайте посмотрим что с нашей грудкой ну вот эти посмотрите какая она сочная идеально придерживайте с моих рекомендаций и у вас все будет тип-топ наше песто так ну вот наше блюдо практически готово давайте добавим немножечко остроты чили перчик ну вот замечательное блюдо легкое вкусное эффектно и прекрасно будет для праздничного стола или просто даже для ужина что друзья давайте будем дегустировать смотрим наша супер сочная грудка видите песто нет слов идеально нежная мягкая сочная полная вкуса баклажан великолепно дорогие дамы это очень очень хорошее блюдо белым лунцом хорошая компания легкая но в то же время сытное блюдо будет прекрасным угощением для ваших друзей друзья надеюсь что сегодняшнее видео было вам интересно полезно надеюсь вы чему-то научились если у вас есть какие-либо комментарии пожалуйста пишите ну что увидимся в следующий раз пока а а